Здравствуйте! Это новость из Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. 8 человек стали жертвами пожара, случившегося в гостинице в Касавюте. 9. Яблоко в кармане – показатель благополучия. Махачкала вошла в топ-3 по использованию бренда айфон. Это просто понты. Обмен опытом и дружба народов. Из Татарстана в Дагестан приехали представители духовного управления. В Касавюте два человека погибли при пожаре в гостинице. Шестеро пострадали. Один из них, мужчина, 50 лет, получил ожоги по всей поверхности тела. Эвакуировано 19 человек. Огнем была охвачена кровля и частично второй этаж площадью около 500 квадратных метров. Пожар произошел в гостинице на углу улиц Датуева и Грозненская. Причины возгорания выясняются. Сложности заключались в том, что было позднее обнаружение пожара и на момент прибытия первых подразделений МЧС России полностью был охвачен уже мансардный этаж и часть второго этажа. Действие привлеченных сил РСЧС осуществлял лично начальник главного управления МЧС России по республике Дагестан Нариман Казимагомедов. Также в Хасаверте в результате наезда погибла женщина. 56-летняя местная жительница пыталась пересечь проезжую часть дороги вне зоны пешеходной дорожки. Водитель вас не заметил. Женщину совершил наезд. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. Хунзакскую центральную больницу обеспечат новой котельной и дополнительным медоборудованием. Такое поручение накануне дал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов. Врачи больницы рассказали ему об имеющихся проблемах. Помимо перебоев с теплоснабжением, там отсутствует мобильный флюорограф и аппарат КТ. В завершении осмотра больницы председатель поручил Минздраву республики проработать вопрос обеспечения учреждения медоборудованием. Делегация правительства также посетила другие проблемные объекты района, где требуется помощь со стороны правительства Дагестана. В их числе два учебных заведения. В Хунзакской школе номер один не хватает классных помещений. Также проинспектировали Ахалчинскую школу. Последнее скоро отметит свое столетие. Педагоги попросили премьер-министра оказать помощь в обеспечении школы компьютерами и интерактивными досками. Махачкала вошла в топ-3 городов с наибольшим количеством айфон. Такие данные привел сервис Beeline Аналитика в преддверии ежегодной презентации Apple. Моя коллега Патимат Ханапова побеседовала с экспертами и обычными горожанами и узнала, в чем заключается главный аргумент в пользу яблока. Ей слово. Это карта Махачкалы из космоса. Синим отмечены пользователи Android, красным iOS. Данные 2019 года. Теперь же картина выглядит иначе. Заметно, что за три года ситуация кардинально изменилась. Об этом говорят и результаты исследовательских компаний. Так Махачкала вошла в топ-городов с наибольшим количеством айфонов. Мы решили спросить у горожан, какому телефону они отдают предпочтение и почему. У меня же самого Android. Android, я заметил, буквально год-два проходит, и он уже начинает моросить. Айфон купил, и все. Экран приятный. У него камера намного лучше, чем у Android. Он не моросит, и в принципе он очень удобный. Я скажу, что сам беспонтовый телефон айфон. У меня он был, да. Почему? Он жесткий. Вот так взял, перезагрузил, все данные слетели. То есть вы не... Это просто понты. Каким телефоном пользуетесь вы? Айфон. Почему? Не знаю, удобный по работе, удобный тоже. Самсунги тяжело мне. Привык с самого начала с айфоном. Все пользуются этим, поэтому я тоже пользуюсь этим. А я пользуюсь вот таким кнопочным этим. Пользуюсь пока. Пока у меня Sony. А там, если деньги будет побольше, если будет им побольше, деньги даст, я попробую побольше, айфон купить. Камера прилегает больше всего и удобно. Как сказать? Ну, не думал его как бы приобретать, вообще не задумывался. Я пользуюсь тем, что есть. Отношения жителей столицы к бренду айфон – самое разное. У каждого свои субъективные причины – покупать технику яблока или отказаться от нее. Эксперты, в свою очередь, отмечают объективное преимущество Apple. Потому что они более долговечные, нежели телефоны от других брендов. У них есть много функционала для камеры, для игр, у них мощные процессора. Много софта от разработчиков других. Можно редактировать фотографии, видео и так далее. Например, те, кто предпочитает в Инстаграме работать, они берут в основном айфон, потому что, например, выложить какой-нибудь пост, историю и так далее, это будет лучше всего выглядеть на айфоне. Есть у iOS и своя категория пользователей. И так, по данным сервиса Билайн Аналитика, больше всего айфонов у клиентов в возрасте до 25 лет. Абоненты же средней возрастной категории используют телефоны фирмы Apple меньше. Таких всего 15%. Скажите, пожалуйста, какая категория все-таки предпочитает? Молодежь. Молодежь и среднестатистическим возрастом люди. Они их приобретают в кредит, кто-то там в рассрочку. Потому что у нас как, и не только в Дагестане, в России поддержки встречают, по-моему, провожают. Наверное, из-за этого. Как выяснилось, владельцы iPhone потребляют и на 17% больше мобильного интернета, чем пользователи девайсов других брендов. В регионах Юга России чаще всего абоненты используют седьмые айфоны. В других же субъектах самым популярным оказалась 11-я модель. В текущем году Дагестан намерен собрать рекордный урожай риса. По прогнозам Минсельхозпрода, урожайность составит более 115 тысяч тонн. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день убрано около 1 тысячи гектаров посевов. Всего же аграриям предстоит убрать рис в площади свыше 25 тысяч гектаров. Для этих целей задействованы 153 рисоуборочных комбайна. Дагестан сегодня по площади ввода новых рисовых чеков в России сегодня нам равных нет. 3,5 тысячи гектаров рисовых инженерных систем в год мы вводим. У нас всего рисовых инженерных систем около 50 тысяч гектаров. Задача стоит реконструировать имеющийся, а главное и потом всегооборот. Сегодня мы видим, нельзя по несколько лет сеять рис по рису. Вы лучше знаете, каким это последствиям ведет. Поэтому ставка сегодня в дагестанском рисосеянии делается на расширение внедрения современных агротехнологий. Власти Дагестана начинают подготовку к празднованию юбилея Расула Гамзатова. Премьер министра Дагестана после посещения Хунзакского района родины поэта поручил подготовить планы мероприятий и сформулировать грамотные и продуманные предложения. Отдельно председатель правительства обратил внимание на важность подготовки мест проживания гостей, которые приедут в район. Я понимаю, что возможно, что местным или республиканским бюджетам какие-то юбилейные мероприятия нам не удастся охватить. Поэтому мы должны грамотно подготовить заявки федеральных органов власти. Здесь коалинатором будет Министерство культуры Российской Федерации. После совещания правительственная делегация отправилась на социально-экономические объекты района. Был осмотрен в том числе мемориальный комплекс «Белые журавли» в селе Цадар. Состояние объекта оказалось неудовлетворительным. Было поручено найти решение по улучшению его состояния. В подсобных помещениях комплекса сырость, есть протечки с потолка, в стенах необходимо обеспечить гидроизоляцию. Религиозные деятели из Татарстана посетили муфти Дагестана. В состав делегации вошли главные кадии Духовного управления мусульман Татарстана Джалиль Хазрат Фазлеев и имамы мечети. Шейх Ахмад Афанзи выразил радость по поводу встречи с почетными гостями. Стороны обсудили вопросы дальнейшего тесного сотрудничества во благо страны. В ходе беседы также говорили о братстве между народами Дагестана и Татарстана. В эти дни в Дагестане проходит форум «Школа молодых теологов». Он собрал представителей ислама и православия на одной площадке. В рамках форума состоялось и пленарное заседание по теологическому образованию. Подробности расскажут мои коллеги. Это уже третья всероссийская научно-образовательная конференция. Она рассматривает вопросы теологического образования представителей разных конфессий, а именно ее проблемы и перспективы развития. На встрече выступают как представители власти, так и научная интеллигенция. Развитие вот такого обмена опытом, обмена знаниями, обмена межпоколенческим обменом таким. Это идет развитие. Более того, если это раньше было только на базе, например, Дагестанского гуманитарного института, предположим, то сейчас уже приезжают гости из других регионов, из других вузов. Ведет к тому, что у нас наука и особенно высшая школа становятся более зрелые. Более зрелые. И поэтому, естественно, мы ожидаем, что и выходцы, студенты, которые будут заканчивать такие вузы, они уже дадут пользу обществу. Дагестан является одним из лидеров по развитию теологического образования в России, отмечают эксперты. И в эти дни на базе санатория Каспии в Карабудахкенском районе проходит школа молодого теолога. В ней принимают участие более 50 молодых ребят из разных субъектов страны. Теология как наука, она признана нашим государством как официальная наука. И на сегодняшний день нам не хватает ученых, именно теологов. У нас есть религиоведы, есть философы, есть историки, но именно теологов, которые занимаются именно изучением теологии как науки, вот таких ученых нам не хватает. И в дальнейшем мы планируем создать на базе Дагестанского гуманитарного института совместно с Педегорским государственным университетом и Российским исламским институтом города Казани Объединенного совета по защите диссертационных работ по теологии, чтобы у нас могли ребята защищать и кандидатские, и докторские степени по теологии. На одной площадке в рамках форума проходят образовательные, научные, спортивные мероприятия. Перед молодыми теологами выступают ведущие эксперты. Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Долгасанов, Новости, телеканала ННТ. В Дагестане подвели итоги онлайн-конкурса по Корану. Он проходил на странице Муфтеата Республики в Инстаграме. Участники публиковали у себя в сторис видео с чтением Священного Писания. Победители выбирали сами пользователи соцсети. Они отдавали голос за любимого чтеца. В итоге большее количество баллов набрал Усман Бутаев. Второе и третье место заняли Мухаммад Расул Ахмедов и Мухаммад Алиев. Победителю вручили 30 тысяч рублей. Занявшим второе и третье место передали 20 тысяч и 10 тысяч рублей. Спонсором конкурса выступил проект Умра Ахадж. Ахид Замана можно сказать на фоне того, что родители сегодня абсолютно не обращают внимания своим детям, на каких послотах вообще они учатся, на каких ценностях они учатся. Очень приятно видеть здесь вот таких прекрасных маленьких детей, которые в таком раннем детстве читают Коран. В таком раннем детстве не просто читают Коран, а участвуют в конкурсах. Российские борцы-вольники определились с составом на чемпионат мира в Норвегии. Отборочные схватки прошли сегодня на учебно-тренировочном сборе в Сочи. От контрольных встреч были освобождены лидеры своих категорий. Двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев и действующий чемпион Европы Аббаз Гаджи Магомедов. Остальные спортсмены оспаривали путевки на Мундиаль в мини-турнире. В каждой из весовых категорий на поездку в Осло претендовали от двух до семи спортсменов. Так, по итогам отбора, лучшими оказались трое хасавюртовцев. Это Абубакар Муталиев, Загир Шахиев и Магомед Курбанов. В остальных весах путевки завоевали Евгений Жербаев, Тимур Бежоев, Артур Найфонов, Радик Валиев и Зелимхан Хизриев. Чемпионат мира в столице Норвегии пройдет 2-6 октября. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова